Сегодня в Губкинском практически в каждом микрорайоне можно встретить бездомное животное. Контакт с любым уличным псом, внешне дружелюбным и ласковым, может обернуться для человека серьезными проблемами, говорят медики. Некоторые бродячие животные являются переносчиками инфекций. Заболевание бешенства передается от собаки или кошки, диких животных, которые уже болеют бешенством, к человеку. Через поврежденные кожные поверхности и через слоу. Летом бездомных животных, как правило, становится больше. Во-первых, это сезон вывода потомства. А во-вторых, некоторые горожане, уезжая в отпуск, просто оставляют животное на улице. Эти щенки живут под лестницей 21-го дома в 9-м микрорайоне. Из семи дворняжек хозяевами обзавелись пока только три щенка. Остальным не позавидуешь. Если в ближайшее время щенят не приютят, в их судьбу вмешается служба по отлову бродячих животных. Суть работы организации заключается в том, что они приезжают на территорию города. Места, где выявлены безнадзорные животные, отлавливают их. Затем увозят в пункт передержки, который находится в городе Наябске. После истечения пяти дней, если никто не обратился за животным, то проводится эвтаназия их. Они высыпляются и в последующем приматорий сжигаются. Щенков, конечно, жалко, говорят специалисты. Но не стоит забывать, что все они превратятся во взрослых собак и, скорее всего, станут опасными для горожан. К примеру, жители 12-го микрорайона передвигаются по улицам с особой осторожностью. За территорией следят очень серьезные обитатели. Такому соседству с бездомными дворнягами губкинцы не рады. Родители вынуждены всюду сопровождать своих детей. Выходит с подъезда и, думаю, рычит. У меня волосы дыбом стали, понимаете? Собак очень много бродячих, по улицам очень страшно ходить. Они еще большие все и ходят с таями. Ну, я не знаю, ну, как-то нужно с этим, наверное, бороться. А бороться очень просто, говорят специалисты. Достаточно сообщить о появлении безнадзорных собак, позвонив по номеру 3-21-37. Служба по отлову бродячих животных выезжает на место по первой принятой заявке. Поэтому в большей степени безопасность губкинцев зависит от них самих. Я животных люблю, честно говоря. Ну, просто их жалко, или надо какой-то приют им сделать, чтобы собрать. Но убивать я против того, чтобы их убивали. Для меня, как для будущей мамы, очень важно, чтобы мой ребенок был в безопасности. Признаться честно, недавно выходила из дома, ездила в гости в первом микрорайоне. Выхожу, а там стая собак, пять, просто пять огромных псов. Пока взрослые переживают, дети 6-го и 7-го микрорайонов не нарадуются. За развлекательным комплексом «Островок» бездомная дворняшка принесла потомство 9 щенят. Мать-героиня позирует перед камерой, ведь она уже привыкла к людям. По словам продавца из ближайшего магазина, горожане регулярно подкармливают маму и ее щенят. Тем не менее, разбирать малышей никто не торопится. А это значит, что, скорее всего, эти пушистые клубки вскоре пополнят ряды бездомных собак. А затем попадутся в руки тех, кто занимается их отловом. Вот такие щенки ждут своих хозяев за развлекательным центром «Островок» в 7-м микрорайоне. Горожане с призывом прийти к бездомных животных расклеили объявления по всему городу. Но пока из 9 дворняжек ни один не нашел своих хозяев. Взяв домой животное с улицы, не стоит затягивать с визитом к ветеринару, ведь существуют риски, опасные для жизни. И наш регион неблагополучный, вообще территория Российской Федерации считается неблагополучной по бешенству. То есть на сегодняшний день на территории Российской Федерации порядка четырех с лишним тысяч пунктов, закрытых на карантин, неблагополучных по бешенству. По словам врача, от клыков и когтей уличных животных страдают не только люди, но и домашние питомцы. В Губкинскую ветеринарную клинику горожане часто приводят кошек и собак, пострадавших в боях с бродячими псами. Хочется как бы обратиться к владельцам всех домашних животных, что в любом случае ваш питомец, вне зависимости от того, он большой, он маленький, если он маленький, это прям в особенности нужно проявлять бдительность, должен выгуливаться на поводке, чтобы вы как владелец могли что-то предпринять. В этом году в Губкинскую городскую больницу уже обращались люди, пострадавшие от нападения бездомных собак. Им оказана своевременная помощь. Специалисты советуют избегать контактов с чужими собаками, ни в коем случае не дразнить их и не оставлять детей без присмотра на улице. Подать заявку на отлов бродячих животных можно по телефону 3-21-37. Луиза Королева, Ильша Тракаев, Новости Губкинского.